Приветствую вас! Первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы не сформировали задачи, не сформировали цели. Её просто нет, этой самой цели. Вот, то есть вы спрашиваете нас о том, что вам делать в этой ситуации, да, но непонятно, чтобы что делать. То есть, что делать, чтобы гармонизировать отношения, как-то, это одно. Если вы хотите гармонизировать отношения с мужчиной, если вы хотите в себе разобраться, да, это другое немного. Вот. То есть, мне кажется, что тут нужно, опять же, вам как-то поисследовать, чего вы хотите. Вот. Конкретно, да. Вот, это первый момент. Второй момент, это то, что вы хотите объяснить поведение мужчины. Зачем так? То есть, для чего объяснять его поведение, не очень понятно. Зачем это вам? Точнее, вот так вот я бы сказал, да. Для чего это вам? Вот. Дальше. Следующий момент. Значит, почему он так себя ведёт, да? Всё здесь достаточно просто, банально. Человек, с одной стороны, явно испытывает некие проблемы психологические. А, ну, просто, вот. Какие-какие-то, да? То есть, у него долгод был. Не получилось отношения, соответственно, удержаться со своей бывшей женой. Вот. И плюс, постоянные поиски, как вы говорите, лучшего, да, это тоже не от хорошей жизни. Вот. Эти поиски не от хорошей жизни. Происходят. Ну, вот. Поэтому, у него явно есть какие-то проблемы. Явно есть какие-то проблемы, да. Серьёзные. Ну, на мой взгляд, да, психологические. Что касается того, что он вам написывает, то, опять же, вы ему нужны. То есть, тут всё достаточно просто и, ну, на мой взгляд, да, вы ему нужны. Он вас нуждает. Вот. И всё. Как бы, ну. Поэтому он вам пишет. То есть, у него идёт, как бы, внутренняя борьба, да, внутренняя борьба с собой, скажем так. Самого с собой идёт внутренняя борьба. Вот. И вы сами идёте в этой самой борьбе. По факту. Вот. Значит, как я понял, основная проблема заключается в том, что он не даёт вам работу. Мужчина. Мужчина не даёт вам работать. Новая проблема. А, как я понял, заключается именно в том, что он мешает лично. Вот. Опять же. Опять же. Да. А, как бы, тут нужно исследовать. Тут нужно исследовать. Как вы организуете свою работу. Свою работу. Точнее. То есть, что она для вас значит. И так далее. Вот и всё. И получается, в сухом остатке у нас, что, что вы почему-то выбрали для себя человека старше вас на 25 лет. Вот. Что говорит о возможных ваших проблемах во взаимоотношениях, например, с отцом. Вот. Ну, это понятно, что не точно, но тем не менее. И, по факту, вы себя поставили в очень уязвимую позицию сейчас. Вот. Значит, выбор, который перед вами сейчас стоит, да, то есть, что делать. Мне видится так. Значит, первое. Вы можете уволиться. Это был бы самый такой простой вариант. Уволиться. И перейти на новую работу. Вот. Что, кстати, нужно сделать, если у вас нет никаких перспектив. Ну, перспектив я имею ввиду на данном поприще, да, вот. Либо вы можете активно продвигать вот эту вот позицию, что вы общаетесь теперь только по работе. Ну, и всё. То есть, больше вы никак не взаимодействуете. Ну, с ним, с ним. Вот. Либо вы смотрите на то, что вас, ну, к примеру, что вас, к примеру, задевает. Да? Вот. Ну, если, да, вот, если, если, если. Что-то поделает. Знаете, какая штука? Вот. Вот. Потому что, ну, пишет он, и пишет, как бы, да, ну, что здесь такого. То есть, хочет, пишет. Потому что проблем, как бы, нет. Вот. Но если вас, если вас задевает, то тут уже нужно смотреть, да, почему, почему, почему вас это задевает. И, соответственно, да, уже исходя из этого, смотреть направление работы. То есть, куда, ну, куда, ну, куда мы будем, будем двигаться, например, с вами. Вот. В процессе этой работы, в каком направлении мы будем, мы будем двигаться с вами. Опять же. Вот. Давайте еще ищем. Так. Мне кажется, мужчина любитель женщин. В личном поводке. Так. Вы пишите. Я в этих недоотношениях больше двух лет. Вот здесь, мне кажется, что вы перескладываете на мужчину ответственность. За то, что касается, в общем-то, лично вас. Да, то есть, вы выбрали эти отношения, вы согласились на эти отношения. Вот. Мужчина, как я понял, вам, ну, вроде бы, вроде бы ничего не обещал. Хотя, я могу ошибаться, но вроде бы он вам ничего не обещал. Вот. И тут, как бы, опять же, нужно смотреть, от чего хотите, собственно, вы. Вот. Так. Работа вместе, я подчиненная, склю я с ним отношения, как таковы нет. Ну, опять же, да, это вы, в том числе, вы, в том числе, решили, значит, смешать личное и деловое. То есть, он смешивает. Безусловно. Безусловно, он смешивает. Деловое личное. Вот, ну и вы, вы тоже это делаете, как бы, вот, и вы тоже, точнее, вы тоже это сделали. То есть, ответственность полностью на нем не лежит, да, то, что происходит сейчас. То есть, я понимаю, что вам, может быть, это, опять же, неприятно. Отношения строят двое людей, и то, что происходит, построили вы оба. Вот. Так, я долгое время держалась, потом знала, от чего держались, на что сдались, что вы чувствуете к человеку. Вот, если любовь, что-то одно, если какое-то другое чувство, то это другое чувство. Ага. То есть, что держались, от чего держались? Не понятно. От чего вы держались? То есть, вы говорите об этом так, так, как будто, знаете, вот, это такой, как соблазн. Да, то есть, вот, ну, просто соблазн. У вас был соблазн, и вы ему поддались. Вот. А соблазн чего? Хотелось, там, допустим, секса, или мужского внимания, или что? Почему у вас первый мужчина, да, на работе появился? То есть, вы как бы, как бы смещали, да, вы смещали, опять же, лично, и... деловое. Дальше. Вы пишете следующее. Так, я понимаю, что мне нужна семья. Это тоже очень интересный момент, на самом деле. Вот вы понимаете, что вам нужна семья, а я, простите, не понимаю. Я не понимаю, зачем вам семья, как бы. Вот. Так что, с этими моментами вам тоже нужно определиться, да, если у вас есть какие-то потребности, то с ними нужно взаимодействовать, да, их нужно исследовать. Дальше вы пишете, не выходит, то ли привязанность, то ли что, мы очень готовы к другого рода отношениям. Ну, привязанность эмоциональную, да, это опять же потребность, это опять же желание, и с этим нужно работать. То есть, у любовной эмоциональной потребности всегда есть причины. Эти причины, они уверены в себе, страхи, ну, там, подсознательный страх серьезных отношений, потому что с этим мужчиной отношения не серьезные. Эээ, причины выбора мужчины, ээээ, старшего рода, то есть, вы же не случайно выбрали. Вот. Все это нужно исследовать. И когда будет понятно, понятно, почему стало возможным, эээ, привязанность, и почему вы выбрали этого человека, и что вы к нему чувствуете, и что конкретно, ээээ, вас привязалось с ним. Можно будет уже с этим делать. То есть, понятно, чего не хватает вам самой. То есть, пока вы видите, что вы нуждаете в семье, а для чего вы нуждаете в семье, почему она вам нужна, вот с этим нужно работать. На этом все. Эээ, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.